слушаю милый мой человек у меня наконец-то сколько тут не ну это два трехтомника они вот видите упакованы как сейчас я при вас их скрою прям такая очень плотная плотная упаковка ну привезу в среду да ладно не раскручь это хоть для себя это дело раскрывай а мне такие пачки привезешь в среду-то канон Андрея Критского будет послезавтра да 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 привезу все сейчас я один-то открою посмотрю ну-ка давай не ошиблись ли они видите и одна пачка она тоже полностью вся вот какая первый второй третий поверни корешком ко мне подними повыше так нет корешком корешком поверни так подожди один два три ну надо теперь проверить все нормально если нигде ошибки не сделали нет все очень выглядит солидно то есть вот смотрите упаковка какая вот раз упаковка потом по два упаковка потом они еще по 192 штуки еще замотаны там пленкой и сверху три слоя этих уже там есть картон не но не картона там обложки какие-то сверху там щит там все запаковано тройная защита корочки-то твердые мета из картона да щас я вскрою посмотрю я сама первый раз при вас вот скрываю ооо они прям 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 а приятно как это супер обложка вот это вот видите так как а как эта обложка то они не приклеили вот эта краска вот эта краска она стирается так а почему не говорили же что сделает ламинированный почему же не сделали то ну николай просмотрел ну как смотреть то мы же ламинированный тот как кисту для слова божия нет ус но мы с николаем поговорили он про это забыл просто как это так забыл еще себе ну посмотрите вот они сделали обложку сверху вот это вот но им так дешевле вот так ну да то есть она еще дополнительная защищает книгу это четвертая защита а кто хочет захочет в обложку ее там будет пятая защита не ламинированная вот это новинка так смотрим ляс лясе вот белая синяя красная но они теперь не зеленые не желтые а четко белый синий красный ну да но другого не было у нас похоже что-то было вообще вот здесь вот очень качественно прям видно ровненькие книжки ровненькие ровненькие в отличие от а ну-ка фотографии покажи как они во весь лист фотографии щас без полей этот шрифт такой хороший ну-ка поверните я рисунок посмотрю ну нет это вклейка называется вклейка ну все полную а это екатерина то семенова она надписи подправила они смотри какие стали яркие да они теперь члены хорошо ладно бумага белоснежная прям я могу сказать в отличие от того трехтомника у этого качество выше намного да уж не намного намного я сейчас покажу вам мой трехтомник вот я смотрю здесь вот он неровный весь то есть листы неровно обрезаны здесь тоже неровно никогда не видел что не ровно это а вот у меня не ровно здесь я даже не знаю про это не слышал что неровные ну вот я смотрю они все это машина машина обстригает а я не знаю у меня вот такую ладно 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 не надо не надо ясно ясно дело что там ровнее у них ну может быть у них аппаратура другая но я у них я у них больше не хочу делать ничего потому что трудно довозить далеко очень вот это сейчас четырехтомник мы сейчас по ценам везде посмотрим посмотрим вам все все цифры дадим надо найти такой где одесса что было барнауле или поехать с этим поближе пропечатано очень хорошо шрифт очень хорошо пропечатан нету а вот здесь вот у меня в трехтомнике здесь вот он это как бы ну лучше лучше натикнуть она даже бумага она гладкая в отличие вот от этого то есть качество выше которая картина там бумага милованная конечно а посмотрите да она вообще гладкая гладкая ну да хорошо хорошо слава богу ну что не за минир ламинировали договорились ламинировать они же знали что это это николай все это к нему я ему сказала он я говорю даже не понял ничего я говорю вот ты не поняла я тебе три раза писала и ты говорю так не услышал меня ну ладно это уже дело прошло теперь уже ничего не сделать так и пускай будет ладно все как как все есть так и есть да слава богу благодарим богу они нам еще сверх тираж был двадцать четыре экземпляра говорил вам вячеслав говори 24 а там и сколько не отняли то есть этого ну что у тебя хорошо давай жду володя звонит на работе чтобы не беспокоился ну вот так слава богу теперь все самое главное то как у нас пойдет со всеми рассчитать сейчас подождите сверх тираж 24 штуки николай их выпросил они нам их отдали бесплатно без доплаты но это не просто так они чувствовали что они не правы не за мир что смотрите 18 штук ушло в библиотеке а 6 штук осталось я так и знал вот это дело другое что в общем наш предложение у меня предложение раз уж николай выпросил может быть мы и ему их отдадим он он же встречается со священниками вот он ну я ему я ему сказал я ему два дома подарил два экземпляра да это мало он же встречи то встречи у него какие на высоком уровне пусть он дарит от себя законно заслужил как думаете ну дарит а человек должен заработать и дарить а как дарить за мой счет нет он заработал это же 6 лишних это не за 6 лишних 6 лишних за счеты можно и дать 6 ему не перешагивать это ну там езди у кого оставлены чтобы за каждую книгу давал отчет кому дал не просто на книга где-то у него там молятся чтобы тот человек сфотографировался с книгами в руках как у нас принято ну я считаю что заслужил он тут вы вы только решаете ну вот я сказал как каждый человек которому даст должен сфотографироваться с книгами и сказать что книга у него работает они просто так ему кто-то слово сказал он выбросил да все правильно согласна полностью с вами ну слава богу теперь надо теперь вот потому что вы мне написали сейчас скажу так 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 вам и вычитаны за вы высчитана за отправку отправка у нас самого начала то есть почтовые расходы они оплачиваются отдельно мы ничего не вычитаем нет если если они уже прислали денег и больше чем на 3 нет 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 вот они три экземпляра берут из них так и за отправку они оплачут отдельно я рассчитываю они отдельно оплачивают нет я сказал если уже деньги присланы зачем присылать когда они уже присланы деньги это делать не отгнаете тихонович нет это было изначально если мы сейчас отправку будем вычитать из тех денег то у нас вообще ничего не останется это было условие они все согласились на это условие что почтовые расходы отдельно оплачивают а которые у него допустим ему один надо один экземпляр мы сказали в крайнем случае не больше трех только если большая сумма была выслана им ну а дальше то что десятина это десятина и пойдет вам ну все да ну так вот надо сказать чтобы теперь насколько они выслали мы даем сколько остальное не даже сразу подтвердить что остальное на ваше усмотрение а не так что теперь как было у нас вот этот раз отдай мне деньги нет это у нас один такой человек был такой человек вы сами знаете какой он и мы все знаем вот я в принципе это и предполагала что потому что мне самого начала не нравилось я говорю вы как на базаре то есть вот этот человек он как на базаре торговался торговался все это время так неприятно мне было с ним общение у меня сердце не на месте было само начало ну ладно это все прошло да я все поняла просто вот когда вы будете писать что так и напишите будут высланы вам почтовые расходы и так вам только оплатить почтовые расходы все ну ладно тогда так я подумал раз у них больше трех стоимость расходы оттуда взять да и все ну это мы будем индивидуально уже решать дело в том что если у него остаются здесь деньги и да остаются так что нам на пользу а я буду еще просить это это неправильно ну это мы решим еще никто не просит никто еще ни один не попросил они которые давали то надо знать кто желает получить вы всем разошлите я всем разослала я со всеми у меня вот список у меня со всеми с ними был контакт и мы со всеми договорились все что больше назад не возвращаться мы рассчитаться даже почистую остальное можно найдем место дальше объявляем единственное вот екатерина голубева мне написала что оставшиеся деньги она просит на четырехтомник стихов и потом выслать ну ладно потом я знаю она просила 10 штук ей может дать мы ее хорошо не 10 а у нее еще остается ладно ладно и вот эти деньги они на стихи чтобы посылать то у нее не хватает на пересылку или как мы там разберемся обязательно мы как с вами договаривались откуда и что есть и что вы это занимаетесь чтобы вам это все оправдать да да вы знаете тут еще не меняется которых людей знаем и они будут просить для людей которые хорошо знают можем дать больше трех они просто так налево направо распузырить и так нет видишь какие были переживания на теперь вот мы сейчас корректуру ведем и нашлись люди которые занимаются и кондратюк стала и там это ксения юрова там еще кто-то помогает а у вас трехтомники второго издания потеряевки много нет немного сколько примерно ну я не знаю сколько но может быть три пачки больше то нету всего ну 20 25 думаю так потому что их надо тогда я не знаю как-то распродать никак пока сколько приезжает когда люди могу потом вы дарите будете все время дарил их которые крещение принимают и новые вы будете потеряевку забирать обязательно вот батюшки как поедем сразу захватить увезти 60 но они чтобы лежали здесь у меня уже в среду коридоре положу чтобы люди видели ну и вот так вот батюшка заплатил за это дело но и мне надо кому тут помогали которые чтобы дать ну посмотрим как будет но вот это чтобы никто не был должен в ближайшее время выяснить нет значит нет и все больше не требуйте у нас денег абсолютно нету все будет брошено четырехтомник а так как типографии не идут что-то в сто штук им надо чтобы там ты еще и дело не надо мне тысячи меньше можно больше никак дорого во первых и распространять я уже не буду только дать библиотеки кому как кто-то сильно хочет тогда можно будет я уже написал как выглядит какого цвета там я же рассылал это все ну вот так но остальные новости узнаешь где мы были сегодня ходили из угла в угол нас таскали кому все получилось получилось да сколько людей вот я смотрю этот как они себя выдерживают такое отношение доброе мы еще там надо будет прийти что они там назначили а я допустим отказываюсь и могут ли они заплатить средствами какими-то а средства эти я сразу что перевести на володю и все но смешно же ты еще триста восемьдесят за месяц уже работу главное ведет ну а теперь то что все же группу-то назначили мне все четвертая не третья третья ну это 2000 чем-то добавка но это сразу на него но что там они назначили меня телевизор потому слушай то другое ходили ходили сегодня чтобы это перевести в валюту как забрать у них это ну так как первый день нельзя через неделю на можем пойти у меня сестра каждый год получают такие она же глухая у меня сестра но они сегодня меня там по новой уже проверены проверенные отдельная комната где заново все проверяют ну познакомился поближе там визит визитки дал а дальше будет видно все руках божий да в руках божий вот я сейчас укропом буду заниматься уже запарены все у меня было вчера две кружки не сказала она так ничего не смогла я думаю ну как так то такое простое самое кто не могла кто не могла любовь николаевна не знаю володя вчера заварил уже все я сразу две кружки выпил ну вкусный да правда же но я с медом это можешь же да да с медом ну вот и маленько когда себя сильно холодно он или горячий я добавляю туда березовки не повредит хорошо березовка вообще еще вот так вот у меня все есть как есть осталось только чтобы господь руль повернул другую сторону у меня нет того ничего чтобы я коленки только у меня же в животе нигде не болит я это не чувствую да а другое что там касается но дело божье когда они хотели вот это что-то делать я сказал лечить вы не можете а повредить вы повредите а я свободно то есть не чувствую сегодня туда-сюда мы два раза сходили ну и теперь у меня земные поклоны пошли легко я больше трех не мог делать а сегодня 30 сделал видишь как смотрите кровь кровь становится лучшего качества у вас и вот это вот например укроп он помогает то есть почкам работать помогает и выводится все все что там накопилось но выводится быстрее и вот из суставов тоже все да все это мне главное сейчас чтобы на как а колени вот я не дают поворачивать уже что сделать говорят нужно вот кости от них на бар это холодец бывает и можно на видимо и чешуи и рыбе ну когда возможно будет расскажу про себя коротенько вот я все рассказываю что я кушала вот только сыр и сыр и эти фрукты и овощи полгода я прям чисто сидел на сыр и на сыро на старых овощах и фруктах и у меня у меня артрит был еще со школы у меня все все суставы хрустели и болели я не кланяться не не наклоняться ничего не могу все хрустело вот и так вот я вот это было но мне лет 30 наверное было там с копейками и я вот это вот когда начала вот это питание это поменяла себе у меня перестали суставы хрустеть и и все и физически я стала как это здоровье улучшилось ну в общем результаты были хорошие но на такой диете во первых это дорого ну фрукты дорогие ну да апельсины там и груши там и все я ела я их не ем я не буду есть а вот морковка мне нравится мы трем ее каждое утро а вот яблоки и капуста это все это дешевое во-первых во вторых доступно ну вот яблоки я сегодня поел яблоки съесть не ешьте я еще привезу но только мне просьба все учитывай чтобы ни одной копейки не был должен а тут так что не стучит скажите я тебя кормила ты а это вы меня кормили 4 года уже скоро будет как вы меня кормите духовной пищей не рассчитаться господь милует вот так все есть я сейчас вот стихотворение выкинул там девчонку замуж выдают не получили еще вот он и за а ну-ка почитай они это еще не про девчонку это давид пророк и дивный псалмопевец а читала прочитала нет нет еще ну давай прочитай это про давида давид пророк и дивный псалмопевец о чем стихи псалмы у этого царя тот кто центр музыкальных этих песен о чем они и ныне посмертно говорят о том как недруги его подстерегали кругом предательство измена и убийство а он один с воздетыми руками псалтырь вплетает новые страницы не знаем что пели там тогда о чем писали в прессе журналисты прошли тысячелетия ни звука не следа от тех времен не буковки все чисто и от кого нет ни от кого нет гроза непокорим ну да дальше перебирает струны и псалмы нередко путь его вел влево криво путь уголовника из тамошней из тамошней тюрьмы казнил врагов садистский беспощадно в дому его бедламы яролаж примером от обратного смотри как жить не надо над домом он не воин и не страж но несмотря на все его падения бог и егова все простил ему за верность господу пророчество виденья до смерти собирал псалом к псалму бог мой скала мне пастуху он пастырь как воину он вождь и предводитель зажатого в ущелье избавитель пасха страх дарует к нему к нему придите изнемогающему сила и опвод уж утешитель скорбящему в печали садом сгорит но ускользает лот смиренным знание небесное ночами иных богов не знать и не просить правители безбожных презирая и не напрасно меч правителям носить с утра всех беззаконных истребляйте вот так вот почему я назвал проповеди стихах да с указанием еще мест бывает часто мне уже там пишут это не талант это талантище это уже дело божье я не пишу это получилось у меня когда 12 ноября десятом году я написал последнее стихотворение положил все сколько раз рука трогала и все уже сто десятый год считай тринадцатый год ни одного стихотворения ни под каким видом я умею менять направление но за это время смотри сколько уже сделалось люди пришли ответы и такое ну ладно спаси христос спаси христос вас до встречи до встречи храните господь так с богом с богом